После поручения губернатора Краснодарского края на июньском совете безопасности, где шла речь о решении проблемы трудовой миграции, всем главам поселения было поручено продолжить работу в данном направлении. 3 июля в Новомихайловском прошел плановый рейд. Представители администрации, полиции, Роспотребнадзора и УФМС города Туапсе без приглашения заглянули в гости к иностранным гражданам. Глава Новомихайловского городского поселения Анатолий Русин еще в июне провел совещание по вопросам миграционного контроля. Уже в этом году зарегистрировано 88 административных правонарушений, совершенных иностранными гражданами. А с начала курортного сезона два раза в неделю в поселении проходят рейды. Добрый день. Администрация Миталовского городского поселения, Лучкин Владимир Александрович, начальник отдела муниципального контроля. Это оперуполномоченный, сотрудник УФМС, сотрудник Роспотребнадзора. Документы какие-то у вас есть при себе? Да. И кто с вами проживает, тоже позовите, пожалуйста. Начинается рейд с самого утра. Вот из дома в переулке Школьный выходят граждане Узбекистана. Документы в порядке. Патент на работу есть. Его должен получить в течение месяца каждый иностранец, приехавший в Россию. За три месяца. Представители администрации, полиции, Роспотребнадзора и УФМС внимательно проверяют наличие всех документов. Сотрудники Роспотребнадзора обращают внимание на санитарные условия жилья. Разговор на эту тему продолжат уже с работодателем. Данный адрес будет в любом случае на контроле. С хозяевом будем встречаться, общаться по поводу нахождения данных граждан. Будем к хозяину принимать меры административные воздействия в плане того, что граждане находятся без регистрации. А эту дверь открыли не сразу. Лишь после долгих уговоров проживающая в этом доме женщина показалась и предъявила документы. Как оказалось, у нее имеется вид на жительство, что дает право на постоянное проживание в России в течение пяти лет. Если у нее есть какие-то нарушения, это должно поступить от участкового, который ответственен за участок. Потому что, как никто другой, он знает все нюансы. Если он посчитает, что она должна быть депортирована, он должен сначала составить протоколы, которые будут выявлять какие-то нарушения. Может быть, она не имеет места жительства. Следующая семья проживает в России с 2005 года. Жилищные условия в порядке, документы тоже. Сама жительница говорит, в России им жить нравится. Муж работает легально. У мужа есть разрешение, нет, патент на работу. Он работает. Я сейчас скажу, по-моему, штучек 8 или 9, у него уже таких бумажек. Работаем. А я каждые три месяца выезжаю в Украину, чтобы у меня вот это было. А в этом году уже решили взять гражданство. По результатам проверки незаконных действий со стороны иностранных граждан в этот раз не выявлено. Но работа по контролю трудовой миграции в Топсинском районе продолжается. Все появляющиеся люди в микрорайонах, в домах, мы дали телефон, горячая линия организовывали. 92-102 всегда может любой житель позвонить, сообщить о факте проживания. Как им кажется незаконно, миграционных людей, которые приходят, прибыли и незаконно работают у нас. Мы выйдем, специалисты совместно с УФМС, совместно с полицией. И наш сотрудник выйдет, проверит. И в случае, если человек законно находится на территории и работает у нас, значит он продолжит законно здесь находиться и работать. И наоборот.